Моё первое знакомство с Библией произошло, когда мне было 18 лет. Такое время было, советская эпоха, то есть это был 89-й год, и люди моего поколения, не помню такое понятие, как были фарцовщики, то есть такие люди, которые к иностранцам приставали, меняли флаги советские на джинсы Levi's, потом их продавали на чёрном рынке. Вот я этим занимался. И также учил английский язык на улице. И однажды познакомился с ребятами молодыми из Швейцарии, которые оказались христиане. Это были первые христиане, которых я встретил в своей жизни. Мы познакомились на улице, на Невском проспекте, и мы провели с ними, я и мой приятель, несколько дней. И эти ребята привезли с собой Библии, потому что тогда Библия ещё не продавалась нигде, нельзя было её купить, найти. Они привезли Библии на русском языке, напечатанной в Германии. И тогда я получил свою первую Библию. И помню, как я ехал домой на метро, я открыл так Библию с книги «Бытия», начал читать прямо в метро. Думаю, вау, какая книга необычная такая. То есть я понимал, что книга очень, ну как бы такая особенная. И приехал домой, сразу вспомнил свою бабушку. У меня бабушка верующая была в Украине, в Полтавской области, в селе. Там у меня сестра родилась, мы там жили, когда я маленький был. И ездили каждое лето. И вот бабушка была моя, любимый человек на земле, она, я помню, всё время молилась. Мои воспоминания, я всё время на коленях молилась в этой деревне глухой Полтавской области за нас. То есть я сразу вспомнил бабушку свою верующую, когда мне подарили Библию. Ну раз уж о бабушке говорю, я просто расскажу, что именно молитвы бабушки, я верю, меня спасли. Когда мне было полтора года, и мы жили тогда в Украине, я заболел серьёзной болезнью, заболеванием крови. То есть у меня всё тело покрылось какими-то пятнами, всё тело. Местные врачи не знали, что это такое, думали дизентерия, там всё обработали. Но мне всё хуже и хуже. И тогда мама собрала быстренько вещи и купили билет на самолёт, прилетели в Ленинград. У меня отец был военный, меня в военно-медицинскую академию, поэтому направили. И врачи там сказали, что если бы на неделю позже приехали, то уже бы не спасли. То есть заболевание крови очень редкое было. То есть как-то белокровие, белок сельцо было больше, чем болезнь Шеренгеноха. Она называлась по имени английского врача, у которого, по-моему, дети переболели где-то в конце 19 века. То есть они не знали, от чего эта болезнь происходит, но они как бы знали, как лечить. То есть мне перелили кровь, очень много крови перелили от моей мамы, у неё та же группа крови. Но я знаю, что сейчас уже потом, когда я с Господом встретился, я знаю, что это молитвы бабушки меня именно вымолили. Потом в 12 лет я тонул, реально тонул, уже думал, всё, у меня вся жизнь промелькнула перед глазами. Я тонул, поплыл на другой берег озера с приятелем, с одноклассником и не рассчитал силы. На середине озера я стал тонуть, у меня просто сил не было, я уже всё, я думал, что я уже из последних сил крикнул приятелю. И слава Богу, что он не испугался, он подплыл ко мне, и я за него ухватился. И тогда я вышел, то есть он мог бы испугаться и не приплыть ко мне. Вот, то есть Бог использовал моего одноклассника. Вот, я верю, что это всё молитвы бабушка молилась постоянно за нас. Вот, ну, возвращаясь вот, значит, к этой истории, в 18 лет, когда я получил Библию, приехал домой, я думаю, да, какая классная книга, интересная, необычная. И у меня какое-то благоговейное отношение к ней было, то есть я понимал, что это, ну, я, то есть не отрицал Бога, что он есть, я знал, что он есть, но просто я его не знал, как и многие люди. Вот, то есть он мне казался далёким таким. И я, помню, эту Библию положил на особенное место, в шкафу с вещами, там её даже в пакетик положил, положил с вещами, думаю, так, на особенное место положил, думаю, почитаю как-нибудь. И это как-нибудь протянулось на 5 лет. То есть 5 лет я не открывал эту книгу, то есть, видимо, моё сердце тогда не было ещё готово, был молодой парень, вот, у меня была мечта уехать в Америку. 19 лет из-за того, что я вот, ну, на улице там вот знакомился с иностранцами, учил английский язык, у меня появилось много друзей, и меня пригласили, значит, тогда в Америку. Я уехал в конце 90-го года в Нью-Йорк, и, значит, там я прожил год. Да, думал, что я не вернусь уже сюда, потому что это была моя мечта, туда уехать. И у меня всё было замечательно, была работа, в кафе работал, было жильё. Вот, друзья мне очень помогли. Было своё жильё, отдельная студия была на Манхэттене, за которую ничего не платил. Вот, и, то есть, жил так припевающе, но потом мне исполнился 21 год. Это был 92-й год уже. И вдруг я осознаю, что у меня внутри пустота, что мечты мои осуществились. Я объехал всю Америку, я мечтал объехать Америку, Канаду проехал. То есть мои мечты вот на то время, сколько мне 21 год уже тогда был, они осуществились, вот, и, а внутри вдруг пусто. И я понял, что вот это, как бы, ну, то есть, стал осознавать, что вот это внешнее всё, оно не делает тебя счастливым. И я стал задумываться тогда о вопросах, кто я, что я, ну, почему я здесь на Земле, какое моё, ну, предназначение в жизни. Я подумал, ну, до живой, до старости, если даже, а что дальше? То есть, ну, неужели вот вся жизнь состоит из того, что, там, ходить на работу, есть, пить, может быть, там, телевизор посмотреть, и каждый день одно и то же. То есть вот эта рутина, я подумал, ну, неужели, ну, нет чего-то ещё, должно быть что-то ещё в жизни, ради чего стоило бы жить. Вот, и потому что я любил жизнь, мне было интересно, но здесь вот началась у меня депрессия, у меня реально началась депрессия. Вот, уже музыка, которую я слушал, я был меломаном, то есть все деньги у меня выходили на музыку, там, на разные альбомы я покупал. Я смотрю, уже и музыка меня уже так, она не утешала, не удовлетворяла. То есть вот, и в один прекрасный момент я вдруг решаюсь вернуться обратно домой. Это был 92-й год, август месяц, по-моему, июля, август месяц, 92-го года, когда в нашей стране была самая, значит, такая ситуация, непростая, сложная, вот, социально-экономически, и мне там все русскоязычные друзья в Нью-Йорке крутили, значит, у виска, говорят, куда ты едешь, что-что, все оттуда уезжают, отъедешь. Вот, ну, я просто понял, что как-то... Я не видел смысла здесь дальше быть, то есть как-то сердце меня облекло обратно домой. Вот. И я приехал, значит, домой, всех победал. Вот, потом через месяц подумала, а что я здесь буду делать? Значит, еще два года прошло в поиске, увлекся там оккультизмом немножко, занимался раджа-йогой, медитировал, путешествовал по Европе. Вот, и там мы в одной стране, в Голландии, мы были с приятелями, и в один день солнечный мы ехали, ну, покурили травы и поехали на... Ну, страна Голландия такая очень либеральная, там, то есть в кафе можно травки купить спокойненько по меню, вот так вот выбрать траву, то есть это все там было разрешено. Покурили травы и поехали мы на велосипедах в другой город. Вот, и вдруг один из приятелей, ну, видимо, в этом состоянии, в таком, значит, обкуренном, он разогнался, и хотя мы ехали по велосипедной дорожке, но он не справился с управлением, выехал на газон, перелетел через кусты, и там его машина, значит, задевает. И все, я подъезжаю, он так в сознание не пришел, то есть вот просто это произошло вот так вот, вот, какие-то просто мгновения, и меня так это ошарашило, конечно, этот случай, и я поехал в скорой вместе с ним, ему вставили трубку пластмассовую в рот, и, ну, у меня уже комок к горлу подходил, я понимал, что он уже все, он уже не вернется, то есть, как потом врач сказал, у него был разбит уже там мозг, был разбит, вот, мой второй приятель поехал в полицию там давать показания, вот, и тогда, я помню, у меня серьезно внутри такой был крик, крик к Богу, вот, чтобы Бог его спас. И мы когда приехали, это был город Ляйден, мы ехали из Дельфта в Гагу, но вот на полпути город Ляйден в больнице, там, пока он был в реанимации, меня завели в комнату, такую ожидание, я был один, закрыли дверь, говорят, подожди здесь, вот, и я помню, там был ковер, стул и все, окно. И я помню, что я вот так вот просто лег на пол на этот ковер, потому что никого не было, и просто стал рыдать, меня что-то со мной происходило, меня как плотину прорвало, я стал рыдать, и какое-то такое состояние было, я тогда впервые от всего сердца возвал к Богу, говорю, Бог, если ты есть, спаси Влада, вот этого парня, которому еще 21, ему 22, только должно было исполниться через неделю, вот, и где-то прошло час-полтора, наверное, может быть, я даже не помню, сколько времени, около часа прошло, врач вошла, говорит, все, твой друг, значит, умер, я говорю, как, как, не может быть, то есть настолько это все было нелепо, то есть вот это осознание хрупкости человеческой жизни, и как-то вот это вот все, ну, нелепо было, как-то бас, был человек, и его не стало вдруг, вот. Вот, он, кстати, любил напевать песню такую, в то время был популярный исполнитель, я не помню, как его звали, но песня была так, значит, «Буду умирать молодым» припев был, и он постоянно ее напевал, что «Буду умирать молодым». Вот, а еще, вспоминая о нем, я помню, когда мы в комнате в одной спали, его по ночам мучили бесы, я-то не знал, что это бесы, но у него были сильные кошмары, он стонал неимоверно ночами и не просыпался, и мне было страшно, я просто просыпался, он стонал, то есть уже потом я понял, что демоны приходили за ним, бесы, это, ну, реально все, что он тоже был увлечен оккультизмом, и просто делал, забрал его, вот. И вот такое, я помню состояние, когда я вышел из больницы, внутри меня что-то переключилось, то есть я, это был 94-й год, май месяц, и я помню, что внутри меня что-то переключилось, я вдруг на жизнь посмотрел, как-то вот, ну, на смерть, на жизнь, на добро, зло, на черное-белое, то есть у меня сразу все как-то вот четко стало ясно, то есть я посмотрел на этот мир и подумал, как я живу, то есть я стал реально внутри задумываться о том, как я живу вообще, и как, насколько хрупка жизнь человека, вот, и через неделю я вернулся домой, ну, с приятелем мы вернулись домой, вот, там узнал, когда вернулся домой, что пока меня не было, мой друг с детства от передозировки умер, наркотиков за домом моим, его нашли в детском садике на веранде, от передозировки умер, а мы с ним с детства росли, они тоже там у нас, мама, лучшие подруги были, то есть вот такие все как бы вещи были, которые меня, ну, вот это все побуждало искать смысл жизни, к этому моменту у меня просто уже душа кричала, моя внутренность, вообще где смысл жизни, вот, и там я видел объявление, что если вы хотите изменить свою судьбу, стать счастливым, приходите на собрание, это было собрание Раджа-йоги, я пришел, это было в ДК Газа на Кировском заводе, полный зал народа, женщина из Индии, значит, такая там была вся в белом, здесь у нее вот это вот, не знаю, как называется, и, значит, она таким елейным голосом что-то рассказывала, мы все хором повторяли Ом Шанти, я душа спокойная, потом она включала музыку, мы начинали медитировать, и тут я пережил сверхъестественную вещь, что я стал, ну, передвигаться в теле, я вдруг ощутил, что я передвинулся куда-то, ну, из своего тела, где-то вот, ну, где-то я сбоку оказался, мне стало страшно, я думаю, вау, вот это да, то есть я думал, что если я не вернусь в свое тело, вот, я только об этом в книжках читал, что люди из тела путешествуют, трансцендентальная там вот медитация, там, там, вот эти оккультисты, там, астральные проекции, когда они из тела выходят, это путешествуют, то есть я реально пережил вот это на своей жизни, что это все реально, то есть мне стало страшно, вот, но я ходил туда пару месяцев еще, ходил на эти собрания, вот, правда, я смотрел на этих людей, которые давно этим занимаются, они какие-то отрешенные такие были, ходили все в белом, такие отрешенные, со стеклянными глазами, вот, вот, и, значит, это уже было как раз дело к моей встрече с Богом близко, да, я забыл упомянуть, что Бог посылал в мою жизнь верующих людей, пока я жил в Америке, у меня один приятель, американец, я у него гостил в штате Индиана, ночевал, у него родители верующие были, да, вот вспомнил момент, и они меня пригласили в церковь, с собой взяли, и я поехал в церковь, с ним большая церковь была, человек 500, вот, но, правда, я не помню ничего и сказанного, но я заполнил, там, такую гостевую карточку, бросил в ведро для пожертвований, и потом получил письмо, когда я уже домой вернулся, письмо меня ждало от старшего пастора этой церкви, с логотипом, конверт такой был с логотипом церкви, и такое письмо хорошее от старшего пастора, он говорит, спасибо, что вы нас, значит, посетили, и, говорит, я молюсь, чтобы вы обрели Иисуса, вот, и там еще была его подпись, помощника пастора и диакона, я до сих пор хранил это письмо, думаю, уже все эти годы, это был 90-й год, 30 лет уже прошло, то есть вот Бог использовал людей, и, видимо, наверное, родители и вот этого моего приятеля, они, видимо, тоже за меня молились, вот, то есть разные такие люди, вот там молодежь из Швейцарии, когда мне было 18 лет, то есть вот Господь давал встречи с людьми, но я не слышал Евангелия, вот как таково, в Евангелии я как бы не слышал, вот, и, значит, вот потом в 94-м году, когда я вернулся из Голландии, мой друг, один музыкант, который к этому времени уже уверовал, вот, и он играл в церкви, церковь Христа называлась, пастор Сергей Тимохин, там была большая церковь, вот он там был гитарист, Сергей Рыхлов, вот, его звали, он, правда, уже в вечность, ушел как 10 лет, но он мне подарил книжку, еще, да, еще подарил мне Новый Завет, хотя я сказал, что у меня уже есть Библия, вот, но тоже он мне не рассказал Евангелие, но просто он мне подарил книжку, я думал, что он просто увлекся там, в то время там люди, ну, как я думал, посещали церкви, из-за гуманитарной помощи, потому что много гуманитарной помощи привозили, я думал, что они тоже, может быть, туда мои друзья, вот музыканты, там целая группа была, ругруппа в Питере, они вот все, значит, в 92-м году уверовали, и вот они как раз были костяк этой группы прославления Церкви Христа, вот, но он мне подарил книжку Кента Хейгена, маленькую такую, называется «Рождение свыше», по-моему, вот, и она меня очень заинтриговала, потому что он там говорил о сверхъестественных вещах, об исцелении, как Бог его исцелил, то есть он свое свидетельство там рассказал, как Бог его исцелил, парализованного, деформированное сердце, у него было заболевание крови, а поскольку я очень увлекался сверхъестественными вещами такими, вот, духовный мир мне был интересен, и тут меня заинтересовало, то есть он мне правильную книжку подарил, и она была маленькая такая, я где-то ехал, ее прочитал, не помню, в автобусе ехал, вот, и там в конце была молитва грешника, я тоже про себя прочитал, как бы так вот, вот, и прошло еще где-то какое-то время, даже я не помню, сколько прошло времени, может быть, около месяца, когда я пережил встречу с Богом, потом Дух Святой пришел очень сильно ко мне в спальню, вот, это было 30 сентября 1994 года, вот, поздно вечером я сидел, и вдруг просто вот невидимая какая-то сила пришла, сошла на меня, и просто вот тьма рассеялась, и такое ощущение было, как вот лава, такая жидкая любовь, горячая, я понимал, что это Бог, потому что это было сверхъестественно, вот, и я просто сидел, плакал, у меня просто вот, как будто меня как вот этим одеялом одели, вот, Дух Святой, Он так изливался, и тогда Божья любовь изливалась на меня, и я тогда сразу понял, что вот он, смысл жизни, вот он, смысл жизни, это встреча с Богом, то есть, что Бог, Он живой, я помню вот это состояние радости, у тебя весь такой был, у меня слезы, радость, у меня текли слезы от этой Божьей любви, но я помню вот эту радость от того, осознание того, что Бог живой, и что Он не где-то далекий, но Он лично ко мне пришел, просто пришел ко мне, и Он любит, вот эту любовь я переживал, как написано в Библии, что мы уверовали в любовь Божию, что мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и тут вот я понял, что в этом смысл жизни. Такая группа U2 есть, ирландская, которую я очень тоже, мне до сих пор нравится, она там, у них есть песня, «I still haven't found what I'm looking for», «Я все еще не нашел, что я ищу», это из альбома очень популярного, и это был как бы такой мой девиз по жизни, я ищу, еще не нашел то, что я ищу, и вот когда вот эта встреча произошла, я понял, что вот оно, то есть вот он, это вот эта встреча с Богом, это в этом смысл жизни, это встреча с Творцом, познание Его, пережить Его любовь, как Он сильно любит нас, и жить для Него, жить для Него, не для себя, жить для Него, служить Ему, идти с Ним». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова